Привет всем! С вами Григорий. Нахожусь сейчас около Веспо. Недалеко от пляжа. Вот ресторанчик. Маленькие катера и большие катера. Вот так вот должно быть везде. Смотрите, здесь душевые есть. 55 килограмм тоже. Это вот пляж в Кивенлахте. Это район Эспо. Самое начало, можно сказать, недалеко от Киркунуми. Я на своем электрическом самокате сейчас приехал. И хочу здесь немножко протестировать воду, посмотреть какой прозрачности вода, какой температуры она сегодня будет. Сразу скажу, сегодня у нас вторник уже и я думаю, что на пляже особо никого не будет. Ну, во-первых, это не курортное место, город Эспо. Это такой оборудованный обычный городской пляж. Сейчас посмотрим, как здесь все выглядит. Ну, сразу скажу, что это отличается от того, что я снимал в Украине. Ну, будете смотреть. На берегу из общепита доступен вот такой вот ресторанчик Марины. Написано вот там. Но он работает, я не знаю, с какого времени по какое. В общем, из общепита только вот такое. Шашлыков, мангалов. Здесь ничего такого нету. Здесь рыбаки собираются. Целая гурьба. Будут что вместе ловить или что у них тут. Вот так вот выглядит такая вот гавань или как сказать. В общем, пристани для кораблей целая куча. Здесь и маленькие и катера, и большие катера, и яхты есть, как вы видите. Воду сразу же можно видеть. Кто-то даже вот здесь водный мотоцикл держит. Специальная у него парковочка. Недалеко от пляжа есть вот такая спортивная площадка. Вот здесь вход. На территории там баскетбольная площадка. Ворота есть. Типа футбола можно мини-играть. Да, наверное, два мини-футбольных поля можно поставить. Да и там, по-моему, даже волейбольная площадка есть. Сетка. Сетка порвана там для волейбола. Еще один водный мотоцикл поставить внизу. Ну и дальше вот уже начинается пляж оборудованный. И здесь скамейки тоже вот стоят. Мусорные ведра. Вот так вот должно быть везде. Вот я помню, в Каролина Бугас было, кто смотрел наши выпуски. Там вообще была проблема. Везде мусор валялся. Должно быть вот через каждый сколько-то метров 50 мусорное ведро стоит. А это еще раз напомню район Кивенлахте. И это городской пляж считается. Небольшой, но все обустроено. Здесь пока шел, заметил вот такой вот стенд. Здесь показано, какие мышцы, как можно тренировать. Смотрите, все связано со скамейкой. Очень удобно, да. Если вы не знаете, как заниматься, вот пресс качать можно. Ноги качать, руки качать, отжиматься и тому подобное. Вот один уже купающийся есть. Я думал, что вообще никого не будет, но все-таки люди приходят сюда покупаться. Сейчас мы можем изучить местные домики, которые здесь есть. Сейчас сразу покажу вам. Самокат оставлю здесь. Первое, это здесь есть туалет. Вот. Не знаю, закрыт он. Это женский, это мужской, как вы видите. И посмотрим сейчас. На замке. То есть в туалет мы не сходим. Следующим у нас по ходу идет это душевые. Смотрите, здесь душевые есть. Причем вода здесь налита, значит кто-то пользовался. Вот нажимая на кнопку, вода бежит. То есть можно ополоснуться. Это уже плюс. То, что работает оно. Здесь женская раздевалка, здесь мужская раздевалка. Вот. Заходим сюда. Ну, в принципе, здесь ничего такого нету. Да. В принципе, вешалки. Темно. Нет освещения. Гнездо. Здесь у нас еще одно гнездо птичье. В общем, ну, крючки на стенках. Освещения нету, как я вижу. Все для дневного использования. И здесь вот даже окон нету. Такие решетки просто и все. И здесь, как я вижу, типа такого, как кафе находится. Но я даже не знаю, когда оно работает. Ну, типа кафе, вот что-то здесь имеется на пляже. Ну, рядом с пляжем. Наверное, это когда очень жарко, когда теплое время сильно. Сейчас у нас уже конец августа. Можно сказать, 20 какое там, 27 число сегодня. Вот. И вот женщина сейчас пришла там. Начала купаться. Даже здесь не переодевалась. Так. Сейчас подошел к этому зданию, которое около кафе. Хочу изучить с вами информацию. Смотрите. Запрещено разводить открытый огонь, курение. Запрещено собак. Выгуливать здесь запрещено. Потом такая информация интересная по поводу пляжа. Здесь указана глубина. Где какая глубина. Есть зона, где полметра глубина. Полтора метра, метр сорок, два метра. Прыгать с мостика, который у нас здесь имеется, запрещено, как вы видите. И глубина около нее два с половиной, два метра. Ну, вот полтора. И вот где у нас буйки идут. По этой зоне здесь три метра и здесь два метра в краю. Вот. Что еще есть здесь? Здесь есть, как понимаю, здесь есть у нас, смотрите, туалет, раздевалка, душевая. Вот этот вот покушать где. Есть даже медпункт, как я понимаю. Вот телефон. Ну, вот такие вот здесь удобства, в принципе. То есть, все организовано в этом смысле. Вот я не знаю, может быть, вот это медпункт был когда-то. А, нет, это для зимних, короче, вариантов. Это, наверное, зимой, когда здесь, кстати, здесь зимой имеется прорубь делают. И вот по этому поводу сюда, наверное, можно приходить греться тогда. Сразу видим, да, это парковка для велосипедов. Вот можно поставить велосипеды сюда, к этим железным конструкциям. И вот сам турник здесь находится. Смотрите, здесь разные такие по сложности турники есть. Я даже не могу придумать для чего точно какой турник, кроме как вот эти вот перекладины. Вот сюда, я так понимаю. Надо садиться и тянуть, что ли. Не знаю, круче, что это такое. В общем, здесь все расписано, что к чему. Ага. Вот эта штука поднимается. Смотрите. Так, поднимаете. Вес, как я понимаю, можно двигать. И в зависимости от того, куда вы ставите вес, передвигаете вот этот вес, у вас вы понимаете, сколько килограмм вы будете тянуть. То есть вы становитесь сюда вот так и начинаете тянуть вот таким вот образом это все. И можно регулировать себе вес. Также еще вот есть такая штуковина. Смотрите. Это поднимать. Вот садиться сюда надо, как вы понимаете, да, и поднимать это дело. И также здесь можно регулировать вес до 55 килограмм. Очень хорошие штуки такие. Еще есть вот такая. Это лежа можно, я так понимаю, ложиться. Тоже регулировать вес и делать жим, как штангой. До 55 килограмм тоже. И это у нас приседания с весом. Вот, видите. Почему женщины здесь нарисованы, не знаю, не мужчины. Тоже можно регулировать. А тут аж до 60 килограмм. Вот такие вот всякие турники здесь имеются. Я такого не видел никогда, на самом деле. Так, вот такой вот интересный тренировочный зал, тренажерный зал. Вот пляж, видите. Конечно, вот как бы рядом лодки. Не знаю, как это на самом деле. Хорошо, нехорошо. Наверное, нехорошо все-таки. Чем хорошо. Есть буйки вот эти, то, что было видно там. Тишина. Никого нету. Женщина еще одна сейчас пришла. Вот. У них видно здесь как ритуал. Они приходят. Здесь прямо оставляют вещи. На этом мостике купаются. Вот. Ну, людей нету. Людей нету, потому что рабочий день, и это не курорт. Так, по ощущениям скажу, что как-то здесь водоросли. На дне как черепица какая-то. Не знаю, что тут такое. Это, не знаю, черепица, что ли. Вообще непонятно, кто сюда мог накидать это. Это прямо раскрошено по всему дну вот здесь, вот в этом участке. Так, ну вода, вода так себе. Ну, я не знаю, по ощущениям, может быть, градусов 18, может быть, есть. Что-то мне стремно в этой воде ходить. Как-то здесь камни, трава растет. Наверное, я зашел просто в это место, особо никто не ходит. Смотрите, это край пляжа. Здесь уже камни начинаются, там даже рыба плечется. Здесь уже дома, видите. Здесь такой район интересный. Но я даже не знаю, что вам сказать. Сейчас нырнем. Ого, тут сразу же глубина идет. Не знаю. Ну, сейчас проверим. Я сейчас нырну и посмотрим, какая попрозрачность и вода. Я думаю, что вообще нет. Атас будет вода. Раз, два, три. Сейчас попробуем по глубине, как оно. Не так. Ну, чуть около двух метров, наверное. Если меня с головой скрыло. Вот. Вы видели, какая глубина, да? И на дне водоросли. Вот, я сейчас вышел опять. Кстати, вода не соленая по сравнению с Черным морем. Вообще не соленая. Практически. Ну, здесь реки, кстати, здесь впадают. Там дальше, я знаю. Поэтому, может, вода смешивается. Вот. Вообще, Балтийское море, оно само по себе не соленое. Показал вам пляж сейчас. Удобство, неудобство. Туалеты почему-то закрыты. Не понимаю вообще. Ну, видно, что там замок стоит. А где эти ключи получать, например? Или они их только выдают. То есть, открывают туалеты, когда может быть рессезон у них. Ну, сейчас, кстати, я постоял в воде. Я уже привык. Вода теплая, можно сказать. Достаточно. Что можно даже и купаться довольно долго, в принципе. Поначалу заходишь, не очень приятно. А так, в принципе, нормально. Ладно, на этом не буду больше времени тратить. Спасибо всем за просмотр. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу финских пляжей. Конкретно этот пляж Кивенлахти. В районе Кивенлахти, в городе Эспо находится. Буду по возможности потом ездить на другие пляжи в этом городе. Потом, может быть, в Хельсинки. Не знаю. Не буду сейчас ничего обещать, как получаться будет. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Смотрите другие видео. И все. До следующего видео. Все. Пока. Пока.